Ивановские коммунисты провели серию одиночных пикетов на площади Победы. Внимание горожан они попытались привлечь к демонтажу памятного знака в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам городских властей, памятный знак должны переместить в православной школе на улице Павла. Но коммунисты обещаниям не верят. К тому же их возмущает то, каким варварским способом ведутся демонтажные работы. Памятник установлен в честь 40-летия Победы именно подвигу народа в Великой Отечественной войне. Но власть хочет вытравить это из памяти, все советские символы. Власть хочет сегодня навешать очередной лапши жителям о том, что куда-то перенесут. Никуда не перенесут, бросят в какой-нибудь овраг и будет этот памятник там валяться. Но самое главное, все победы объединить вместе. Будет Георгий Победоносец, который никакого отношения абсолютно не имел к победе в 45-м году. В мэрии пояснили, памятный знак не просто перенесут в другое место, но и отреставрируют. Кирпичная кладка находится в плачевном состоянии. Эта стела создавалась как временная, пока на проспекте Фридриха Энгельса велось строительство мемориального комплекса. Он не может считаться каким-то объектом культурного значения, так он никакой реестр не внесен. Это не памятник, это просто самое название той группы людей, которые, в общем-то, наверное, не совсем хорошо знакомы с предметом культурных и прочих, в общем-то, ценностей. Поэтому, уважая требования или пожелания ветеранов, памятный знак, тем более он стал разрушаться, и у него нет даже хозяина, он будет перенесен к православной гимназии. В этом году площадь Победы благоустроят. Вместо стеллы за счет денег спонсора будет установлен памятник Георгию Победоносцу. Этот образ, по мнению чиновников, увековечит память ивановцев, погибших не только во время Великой Отечественной войны, но и в сражениях с Наполеоном и польско-шведскими интервентами. Есть еще одна спекуляция, что якобы вот церковь православная Георгий Победоносец. Я хочу сказать, что святой Георгий – это символ, почитаемый не только у православных, у христианских народов, но еще и мусульманских. Поэтому я думаю, что вот этот монумент, он как бы уроновесит многие, может быть, пробелы, которые имеются в исторической памяти нашего народа. Убедиться в опасениях оппозиционеров или напротив правдивости слов городских властей ивановцы смогут к концу октября. Именно к этому времени предполагается завершить ремонтные работы на площади Победы.